В нашем клубе. Что, городецкий что-то? Ну что ж. Она одна его только знает, больше никто. Этот человек, значит, стоял у истоков нашего клуба. Долгое время был президентом клуба. И вообще, очень плотовитый человек. Очень много написал стихов, песен. И его, в общем-то, женщины любят. Я знаю. Мне тут звонили по телефону, сказали. Открыли маленький секрет. Вот. И сейчас Володя выступит. И я так понимаю, что он несколько вещей сделает, посвященных поездке в Новую Зеландию. Как я понимаю, да? Потому что сейчас только все разговоры о Новую Зеландию. Спасибо, да. Я там написал песенку, написал там несколько стихов. Я вам прочитаю. Но я хотел бы начать с другого. Он немножко так. Значит, ну я обычно что-нибудь читаю, какие-нибудь стишки, а потом пою. Вот, ну, например, такая, такая пародия одна. Одна барышня написала за гостишочек. «До встречи с тобой» называется. Я до тебя была красавицей. Здоровой и самоуверенной. Такие ведь мужчинам нравятся. Но я ждала тебя намеренно. Теперь же я по поликлиникам. И лоб морщинками отметился. Смотрю на мир улыбкой циника. А ты мне, гад, так и не встретился. Такой ответ. Когда была ты раскрасавицей, не подходил к тебе намеренно. Боялся я с тобой не справиться. Хоть понимал, что это временно. Теперь же ты по поликлиникам. На лбу морщины, складки свесились. И скажусь я улыбкой циника. Как хорошо, что мы не встретились. Письмо домой из Терскола. Скучаю по тебе. Ужасно мучаюсь. Когда вы не соседка, Верно вспился. Теперь я знаю, Ты на свете лучшая. Вчера я в этом дважды убедился. Про работу. А мне уйти в отгул сегодня стоит. Я даже смог начальство убедить. Из отпуска, а также из-за боя, Мужчина должен плавно выходить. Ну ладно. Песенка, я хочу, посвященная моей дочке. И вообще, вот времени, Которое бежит так быстро. Вот сегодня мы встретились Вот с маленькой. Мы ее звали Наташа Маленькая. 19 лет назад мы с тобой познакомились. Ужасно. В Терсколе вместе катались на лыжах. Прошло 19 лет. Вот так бежит время. И у меня дочка была маленькая. Сейчас у меня уже и внучка есть. Ну вот такая песенка. Помню дверь скамеечки В нашем тихом дворике Коротали времечко Бабушки за столиком Мальчики и девочки Там играли в салочки И часами прыгали Все через скакалочку Все через скакалочку В банке распускаются Вишни, вербы, веточки Но уже другие нам Ставят жизнь отметочки Мне с годами кажется Что земли вращение Кем-то ускоряется Всем на удивление Всем на удивление Детские письмушечки На невинном личике До сих пор не стерлись Меткины наличники Но родному папочке С ней уже не справиться С белокурой бестией Доченькой красавицей Доченькой красавицей Знаю точно, тормоз есть Только силы тайные Не хотят никак принять Меры чрезвычайные В залихватском кружеве Мы с планетой вертимся И с тобою, милая Все никак не встретимся Кто-то ось планетную Смазал добросовестно И сие усердие Прямо скажем, горестно Дни и годы щелкнут Как рубли на счетчике Сломанных скамеечки В нашем тихом дворике В нашем старом дворике Знаю точно, тормоз есть Только силы тайные Не хотят никак принять Меры чрезвычайные В залихватском кружеве Мы с планетой вертимся И с тобой, милая Все никак не встретимся Спасибо Ну, следующая песня Достаточно новая Там ей полгодика Была написана в дню воздушного флота В прошлом году В августе месяце Называется она Пилот и блондинка Ну, такое Небольшое четверостище Перед песней Сейчас, милочку И на одной из вечеринок Заметил мой товарищ Метка Особо падки на блондинок Те, кто женаты На брюнетках Пилот и блондинка Скажу, блондинка Это что-то Но вот обидеть Может каждый Ее в кабину самолета Увидев Пригласил однажды Она вошла Все просветлело Все даже стали Выше роста Автопилот Тот за дело Хотя у Железяка просто Зачем вам часиков Так много А два руля Зачем? Не знаю А как вы ищите дорогу Я стюардессой Стать мечтаю Такую сыщики Довали Особенно Эффектно Сзади Чтоб все в осадок Выпадали На мне юбку Мою глядь Вот рейс Из внукова В хедру Наш лайнер Белый Совершает Я не мог сказать ей Но Она теперь Со мной летает Да вы представьте Это ж чудо Когда она Туда-то обратно И пассажиры Отовсюду Глядят И все Везде приятно Когда же Видите вы Лица В салоне Членов Экипажа То кнопку Вызов Проводницы Не стоит Нажимать вам Даже Она в кабине С капитаном И понимать Немного Стала Как управлять Аэроплан И нахрена Нам Два Штурвала Спасибо Ну и Третья песенка Перед песенкой Это про Новую Зеландию Я действительно Два слова Буквально Два Проехал 5 тысяч километров На автомобиле По обоим островам Новой Зеландии У нас был вечер Я специально много Многие слушали И видели Мои фотографии Это классно Рекомендую Кто захочет Отправлю Вот Правда Это здорово Это и вулканы И фиорды И тюлени И пингвины И гейзеры И термальные источники И прыжок с тарзанки Это и катание На водометах И это и сплав По реке Кайтуни С самым большим водопадом 7,5 метров Вниз летели Некоторые у нас вылетали В общем Это масса Развлечений Удовольствий И денег Честно говоря Но Я скажу Кто захочет Кому интересно 4 тысячи евро Обошлось 23-дневное путешествие Это с дорогой Это не так много Сравнительно Конечно Итак О родине Так Какой Четверостишно Откладывая годы По рублю Поехал Повидать Чужие страны Ну даже там Я родину Люблю Ну вот Люблю Странные Очень странные Ну Проезжали мы Такую речку Клуза Есть такая Клуза А перед этим Ну конечно Был интернет С собой Ноутбук Все такое И от жены И от жены Получил Эмейл О том Что в Москве В Москву Завалило снега Что там Ветры страшные Вообще Ужас Черно Летно Я потерплю Не приезжай Там у вас Хорошо Вот Ну на таких Контрастах Странные Получилось В новозеландской Речке Клузе Сломал На медне Два весла Она ревела Как джакузи И воды Бурные Несла Я глядя Вдаль На берег Скруч Жену С тоскою Вспоминал А в это Время Снег Колючий Москву Безбожно Засыпал На теплый Стан Арбат И пресню Причистинку И строгено А я в Зеландии Под песни Пил темно-красное вино Защитным кремом Мазал морду Чтоб солнцем Знойным не спалить На шхуне Плавал по фиорду И продолжал При этом пить В Москве Ж воистину Страдая Все в пробках Маялся народ И я страдал Об этом зная И про мороз И гололед Нельзя мне быть Таким слезливым Хотя характер Богом дан Подумал я И выпив пиво Пошел купаться В океан Первое слово Песня про Новую Зеландию Солнце встало На востоке И сказала Солнце вдруг Я хочу идти На север Не хочу Идти на юг Солнце вряд ли Виновата Что не так Оно идет Я в Зеландии Ребята Здесь же все Наоборот Здесь озера Реки-раки Птичка И здесь живет Роторуа Таранаки И приветливый народ Пахнет серо-водородом Очень много здесь коров Мы с приветливым народом Вместе ходим Без штанов Солнце лупит По загрифу Средь новозеландских вод И меня Как бургусивку Загонял Экскурсовод Не страшны Теперь Ни скалы Ни пещеры Ни вулкан Я за этим Добрым Малым Прусь покорно Как баран Не страшны Теперь Ни скалы Ни литник Ни водопад Он Хотя и добрый Малый Все равно Приличный гад Капитана Джеймса Кукас Ели много лет назад Но людей Гласит наука Люди больше Не едят Маорийцы На концерте Пели нам Долбали твист Только верьте Или не верьте Но у нас Пропал плист Я живой И это славно Все мне в кайф От этих мест Сели группы Дух парана Их засняли Южный крест Ничего здесь Не похоже Ни на что И я тащусь Но в Москву Ребята Все же Я, наверное, Вернусь Ничего здесь Не похоже Ни на что И я тащусь Но в Москву Ребята Все же Я, наверное, Вернусь И вернулся Спасибо большое Сейчас я хочу вам представить очередного выступающего. Вообще, я очень трепещу и горд, что он пришел к нам. Знаете, сейчас вот издается серия дисков для читателей «Комсомольской правды». И вот он тоже в числе авторов этого сборника. Это замечательный автор-исполнитель. Когда-то вы его можете помнить по передаче «Веселые ребята», кто постарше. Вообще классика, будем говорить, бардовская песня. Человек с потрясающим патологическим чувством юмора. У него и песни такие, но и серьезные песни. Вообще, все у него замечательное. Леонид Сергеев. Хорошо. Насчет того, что все замечательно, я поспорил. Вы уже извините, да? Я как-то так. Нет, давайте сделаем так. Я сяду. Спасибо. 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 Нормально. Да тут могу без микрофона. Первая песня я бы написал, показал Жене Быкову, он послушал внимательно, вздохнул радостно, говорит, ну наконец-то написал нормальную КСПшную нашу песню. Так что она так и называется, нормальная наша КСПшная песня. Равновесие Равновесие не держит нашего бомб, Словно паяльца шатаются воначи. Только слышен опустевший таразон, Да в кармане тихо звяткают ключи. Чуть повеньше тот ящичка с письмом, Чуть побольше от французского замка. Позади остался незакрытый дом, А впереди незавершенная строка. Сяду, поеду, развеясь трубой, Среду, кобеду, назад вернусь. Угасается окошечный пейзаж, С ним сливается купейный синий свет. Это что же это такое, что за блажь, Что в их строчке уместилось столько лет? Ведь года пластались трудно, и не вдруг, И слова летели струнами за меня. А вдруг на этих строчке и замкнется круг, Этой жизни предпоследней для меня. Сяду, поеду, развеясь трубой, Среду, кобеду, может вернусь. Сяду, поеду, развеясь трубой, Сяду, поеду, может вернусь. Сяду, поеду, развеясь трубой, Сяду, поеду, может вернусь. Сяду, поеду, может вернусь. Сяду, поеду, развеясь трубой, Среду, кобеду, я не вернусь. Сяду, поеду, я начал с музея. С музея Правда Питерского, Мойка 12, музей Пушкина. Там произошло знаменательное для меня событие, состоялось открытие выставки, которую назвали строчкой из Моцарта и Сальери «От купори шампанского бутылку». Ну, для такого солидного заведения, для музея, вдруг такая легкомысленная строчка. И меня позвали как человек, который в своем творчестве знает толк. И когда я прочитал, значит, я стал готовиться к этой выставке тщательно. Год Франции в России открывался, там, консул французский, украинский консул, в общем, там, питерский помонд. И я стал думать, что же мне сочинить такого, чтобы уж не забыли-то уж. Ну, и публика собралась, сами понимаете, какая. Когда я вышел на деревянных ногах, а перед этим я прочитал, освежил память Моцарта и Сальери, вот, и прочитал стихотворение молодого Саши Пушкина, лицеиста, в котором он перечисляет все напитки, которые они с друзьями употребляли во время учебного процесса. Напитков масса. То есть, юные отпрыски знали толк, когда я прочел, что один из них любых напиток под названием «Арак». Вот я, как человек из Казани, понимаю, что это такое, сколько это градусов и чем это чревато. Вот я восхитился окончательно и написал такое посвящение по этому, ну, шуточное, естественно. Ох, и не чуждо было поэт вдохновения, и гоняясь за музой с очком, Унимал свое сердцебиение, запевая об всем коньячком. Билась рифма, стены и бокала, стих летел пузырьками кликом, А поэту все мало, все мало, все мало, вот уже и открылось пизко. Ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-лай-лай-лай-лай. Вот струя забродившего сока Подарила портвейновый дух, И в страха, появившись до срока, Услотила мелодикой слух. Плавень пунши синеет над кружкой, Лил за сводкой блафитник слова. Но Никушкин, Никушкин, Ядрянский Кушкин, Из похмелья болит голова. Мухи лапами бьют, словно кони, Муза тонкая и злобно храпит. И поэту спрятает, не понял, Может, чё-то на пухлу пить. Я шампанское пила по-гуссарски, На полаконе вися на руках, И дерябну в стакан, да в стакан водки царской, Я полянул за зенит в лужниках. Пватай, накатив самогона без меры, Я прочел фигаро два листа Тут поэт в оттонувшей мадеры Уложил сверху спиртик с борода И залив все шартрезом зеленым Он затих и не знал белый свет Что шампанское было Да, было паленым А поэт был совсем не поэт Лай-лай-лай Аплодисменты Еще один литературоведческий изос Знаете, когда перечитал Моцарт и Сальери Там есть момент, когда Моцарт, желая продлить мгновение своей жизни Не решаясь выпить из рук Сальери Опять же вспоминая Бомарше, говорит Сальери Ты для него Тарара сочинил вещь славную Меня заинтересовало, что такое Тарар Кто такой Тарар Я полез, я всегда с гордостью говорю В большой советский энциклопедический интернет И нашел, что в средние века В задней части передней ноги Малой Азии Существовал рыбологическое государство Ормуз Редкие европейцы, томящиеся в неволе Называли его искаженно Ахура Мазда Я понял, что большая часть европейцев, томящихся в неволе, были наши Судя по первой части этого слова И пара японцев Ахура Мазда 3, Ахура Мазда 6 С турбонаддувом Я стал вчитываться дальше Действительно, Сальери написал на либретто Бомарше Оперу Тарар Царь Ормуза Я пришел к своей жене, она профессор консерватории Я говорю, а знаешь ли ты оперу Сальери По либретто Бомарше Тарар Царь Ормуза Она залилась краской стыда Сказала, нет, конечно, я не знаю Никто не знает, как ты выбрал Сальери уже давно тоже нет Я полез за содержанием Содержание было убийственное В этом Ормузе был правитель Редиско Плохой человек Он что-то на военачальника Тарара Что-то бочку покатил Сначала жену забрал в гарем к себе Потом хотел Тарара, представляете, сжечь Просто надо сжечь человека Представьте, нехорошо Тарар собрал пацанов Пришел к этому правительству А тот зарезал сам себя от страха Вот, Тарар стал царем И, что меня потрясло, фраза В знак того, что он был близок к народу Он надел на себя цепи Я сразу вспомнил наши девяностые Когда в цепях только ленивый не ходил И в каких цепях? Чем толще цепка, тем ближе к народу Вышли бы все из народа Я все это, значит, рассказываю Потому что вы знали, о чем песня будет Это мое искание литературоведческое Песня про Тарара Я думаю, что вы запомните ее Потому что слова чрезвычайно Интеллектуальные Однажды жил в Аху-Роман В Зиде Герой по имени Тарар Там каждый день был пир и пра Зиде Там веселились молод и стар Но портил общую картину Творя полнейший беспредел Правителька скотина Он сжечь Тарара повелел Тарар, естественно, был против Горит при жизни, не привык Народ повел тирана про Тиф И наступил там у Кирдык И все, и след его расстоял И кто бы знал о нем вообще Когда б не троица святая Пьер, Афиштин и Бумарше Судьба несчастного Тарара Легла морщинкой на челе Банкет на деньги с гонорара И вот ли вред на столе А там в сольере друг сердешины Но лучше с ним не выпивать Вот сочинил мотив прелестный И свет стало перемнимать И все, и свет ее растаял Да кто бы пел ее вовсе Когда б не Кушкин что оставил След на бумаге и в душе Забыки много было разных Кто с кем, когда и сколько пил Но помню вся на хурамаха Как мотор-коперу хвалил Питали теле, как хотели На то они и есть света Но их ведет на самом деле Поэта легкая рука И мы настроивши гитару Хлебнув шампанского с утра Мулыча песню про тарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарар Еще одну песню «Музей Ольга-12» мне подарил, вот сейчас в музее Мяковского «Очень жду и надеюсь, что после посещения что-то тоже появится». Вот, когда там совершенно потрясающий человек-окурсовод рассказывал, Кушкин, декабристы, она сказала гениальную фразу, парольную для меня, она сказала, когда около 700 человек было подвергнуто репрессиям, поражено в правах, сослано в Сибирь, повешено, казнено, и оказалось, что вот эти 700 человек, которые были смыты с тела российского дворянца того времени, они оказались тем самым плодородным слоем, после которого она сказала, такое быдло поперло, тем-то она сказала, хоть стыдно было, этим стыдно быть перестало. У меня опять все переклинило на наше время, стыд как красная категория исчез, поэтому такое происходит никому ни за что не стыдно. И это было в январе, а песня, которую я начал писать в декабре, она в январе же и написалась, называется «Пред ногами». На декабрьской мостовой, драпированной снегами, старый дедушка в мороз с прохудившимся мешком, красный нос, конечно, слой, а в мешках, что под глазами, есть местечко и для слез, у убегающих тайком. Ветер времени суров, он не знает сострадания, он швыряет полки сильнее, напобитый молью плиз, и вне лучшем из миров. На задворках мира задания одинокий человек, согреваясь, бьет на бис равнодушные дома. Зима Непонятная погода, да спешащие назад старомодные часы. Вот такая вот зима наступающего года, солнца нет, но есть закат очень средней полосы. Ветер сам уже подмерз, забывает из подарки, и снежина, чья мошка в душу норовит залезть, выпивает Дед Мороз, потому как нет подарков, потеряйтесь из мешка. Стыд и совесть, ум и честь, вот такая вот зима. На задворках мироздания, нескончаемый закат, очень средней полосы, равнодушные дома, где исчезло сострадание. И спешат, 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 все спешат назад часы. И спешат, 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 все спешат. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня тема, которая нас здесь собрала, это благое действительно дело. И, не знаю, у меня не было ни секунды колебаний, когда Миша Калентин мне позвонил, пригласил здесь в Юстюбе. Я хочу спеть песню, которая сейчас стоится на Ютюбе, с аранжировкой Евгения Быкова, с духовым таким оркестриком. Называется «Последний парад». АПЛОДИСМЕНТЫ А что, владеты мы не по погоде, Так это никого с ней скребет. АПЛОДИСМЕНТЫ А просто мы на небеса уходим, Такой вот мы десант наоборот. А с нами и братишки, и лейтенанты, Которых ждали всем смертям назло. КАМЕНТЫ Мы не герои, и не оккупанты. Мы просто те, кому не повезло, Что родились мы здесь. В Востоке и тогда-то. И жить нам отпустили только треть. А чтоб понять, что души, как крылата Сначала правда, нужно умереть. КАМЕНТЫ И мы чеканем шаг по батальонам, Держа равненья строго на закат. А впереди майкопская колонна, А сзади те, кого забрал Герак. И воздух рвут лихие музыканты, И небо недалекое светло. Мы не герои и не оккупанты, Мы просто те, кому не повезло, Что родились мы здесь во столько и тогда-то, И жить нам отпустили только трет. А чтоб понять, что душа не так крылата, Сначала, правда, нужно умереть. Года летят, как трассеры ночные, А мы сквозь них идем и путь далек. А через нас спешите вы, живые, Не зная, что как только выйдет взрок. Раскатятся небесные куранты, В июле упадет на землю град. И не герои, и не оккупанты, Закончат свой невидимый парад. И мы родимся здесь во столько и тогда-то, И проживем две жизни за одну. И будут наши душеники крылатые, И станут наши душеники крылатые, И будут наши душеники крылатые, И улетят на новую войну, Раскатятся небесные куранты, В июле упадет на землю град. И не герои, и не оккупанты, Закончат свой невидимый парад. У нас автоматики, А мы все солдатики, А у нас всех мантушки, А мы все солдатушки. Спасибо, Леонид Сергеев, спасибо. Друзья мои, ну на этом наша программа закончилась. Мы благодарим всех тех, кто пришел. Кто сдал деньги на ремонт этого памятника замечательного в Терсколе, Если кто-то не успел это сделать, то можете сделать сейчас, Вот Кате подойти. Еще раз заявляем, что они пойдут на благородел. Спасибо вам большое. Всего доброго.